И так все, привет, с вами Дабгай, мы продолжаем играть за Австрию. Победили мы Германию, победили мы всех ее прихвостней. И теперь мы движемся к восстановлению вот этой вот Австро-Негерской империи, но на самом деле она будет только австрийской. Венгры об этом еще не знают, но догадываются. А вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Мы же продолжаем, поехали. И я так подумал, куда нам армию стоит послать. Наверное, в Ягуславию, потому что все остальное вроде как нормально. И смотрите-ка, начинаем восстанавливать австрийский флот. О, это приятный ивентик. У меня здесь какой-то дух заменяется, но его, по-моему, я и нету. Давайте, появляется у нас теперь дух восстановления флота. Угу. Отпут минус 25 плюс одна верфь. Выглядит отвратительным дух, не знаю, зачем нам его дали. Кстати говоря, мы тут исследовали бомбы, надо бы штурмовиков тоже еще добавить и, наверное, подсократить производство их водки, потому что, ну, сильно много нам ее так не нужно. И поездов тоже, наверное, больше нам не нужно будет никогда. В игре строить. В общем, наша экономика процветает. И у нас сразу пропустился морской фокус, который, видимо, и должен был нам дать вот этот вот модификатор. Цена плевать. И смотрите, да, мы можем начать какой-то флот останавливать, но очевидно, что у нас пока что есть кое-что поважнее, так что этим заниматься пока что не будем. Ну и пока что у нас везде комплайнс накапливается, потихоньку будем получать побольше мейн-пауэра и, самое главное, промышленность со всех этих территорий. Но тут еще есть модификатор очень хороший на атаку в горы для всех, для всей пехоты, в принципе. Когда-нибудь мы это, наверное, возьмем, но пока что берем все ячейки исследований, потому что у нас их, ну, совсем не хватает. Четыре это маловато. И тем более, что половина игры вообще с тремя были. И можно было бы попробовать какие-нибудь танки поделать. Механ я уже исследую. Япония, как и говоря, объявила войну к Филиппинам. Забавно, что при этом она почти не победила Китай вообще, только немножко здесь отпушила его. В общем, я чувствую, Япония здесь быстро передавит. Особенности в отсутствии Германии. Как бы я не вижу, с чего бы в Америке были там проблемы. Еще поставлю вот сюда технократ, потому что 5% исследований это не лишнее. И может еще одного советника поставить. На самом деле, даже, честно говоря, не знаю. У нас там все примерно не нужны, на самом деле уже. Вот это можно взять. Минус продажи ресурсов, плюс возможность фабрики построить, плюс политка. Звучит на самом деле приятно. А еще я подумал, что было бы хорошо еще немножко увеличить свою армию. Поэтому давайте-ка дополнительные резервы в бою будем вводить. Нам по факту не хватает только пехотки. Этим мы и занимаемся. И Ягославию, да, загарантировала Британия. О, значит, что если мы хотим ее захватить, нам придется союзникам воевать. В принципе, я готов. Союзники не выглядят для меня уже опасными. Я уже более чем силен. Единственное, у меня нет танков. Потому что у меня не было времени исследовать это все. Но у меня очень хорошая пехота и у меня очень много неплохой авиации. Так что я думаю, мы справимся. Смотрите-ка, появляется Австрийская империя. Я так понимаю, это из-за того, что мы до сюда достаточно дошли. Давайте-ка еще тут нажмем. Получим мы себе на год плюс 5% спецвойск. Это позволит нам еще больше сделать горняков из обычной пехоты. Так что прекрасно. И вот у нас слот есть. Время интегрировать чехов в нашу армию. Получаем еще плюс мэнпавер. Кстати говоря, минус тнп получаем. Наконец-то. В целом, даже как будто, слушайте, не так плохо. Не так плохо. Вот это как раз-таки дает небольшие бафы все-таки. Оргай, конечно, жалко, но что поделать уже. И я тут сидел, проблем не знал. И тут мне говорят, что Soviet Union готовит против вас кузбели. Ну охуеть. Планы резко меняются. Все, что я могу сказать на фоне этого, ребята. Ребята, товарищи. Все, кто, в общем-то, сопереживает нашей прекрасной Австрийской империи. Надо срочно готовить теперь войска на восток. Чехи интегрированы. Восстановить империю. Получаем мы все плюс варсапорт. Бесполезный баф. Но получаем все клаймы и смещение вправо. На самом деле смещение вправо нам не суперинтересно. Прямо сейчас. Потому что если мы сместимся слишком сильно вправо. Вот пока что мы здесь. То тут у нас будет восстание венгров, как я понимаю. Мы не хотим, чтобы венгры восставали. По крайней мере, пока что. Так что можно подумать о том, что мы хотим сделать. Если говоря, можно поверить Германии. Да, мы в мире с Германией. Потому что Германии не существует. Забавно весьма фокус. Ну и на фоне приближающейся войны. И я бы, наверное, взял себе фокус. Вот этот вот на военку. И перед этим давайте возьмем себе немножко. Вот здесь вот промышленности еще. Лишней не будет. И господи. Восстановление флота нам на самом деле дает 5 ТНП. За что мне его дали? Господи помилуй. Я не хотел восстановить флот, если это дает 5 ТНП. Как это убрать? Теперь вопрос. И ответа, к сожалению, нету. Окей, я нашел. Мы идем восстанавливать наш флот. Только потому, что внезапно... Так, это нам нужно сюда-сюда. Ага. Ага, все окей. Тут везде свои варианты. Ладно, тогда можно подумать, что нам пригодится. Я вижу, что здесь ТНП только повышается. То есть, типа, мы еще больше. То инвестерам нет. Я думаю, этот фокус нам подойдет лучше всего. Хотя, конечно, здесь может есть какая-нибудь скрытность. Нету. На самом деле, нету. На этом атаке есть забавный модификатор, который я почти никогда не вижу. Но нет. Все, тогда мы идем вот сюда. Defend of War Shores. И бежим взять себе минус 5 ТНП. Потому что у нас восстановление флота, которое мы не восстанавливаем, душит просто жесть. Надо побыстрее обучать, конечно, армию. Но в целом у нас еще 90 дней. Так что я думаю, мы успеем еще и вот этих ребят задеплоить. И даже, смотрите, на самом деле здесь фокус это хорошие морские. Ну, объективно говоря, для моря они-то неплохие. Вот это вообще, кстати говоря, приятно. Очень неплохие бафы для высадок, на самом деле. Их как будто два раза дают, да? То есть, вот там он Invasion Defense. Тут Invasion Defense. Хотя, кстати говоря, атака, ну да. Забавно, что защищаем наши, так сказать, берега и получаем атаку при высадках. Ну, прорыв при высадках, условно говоря. В любом случае, нам очень нужно побыстрее сюда выйти, потому что ТНП, ну, супер, нас душить будет сейчас. Кстати говоря, мы можем еще вот это обнажать. Это будет работать против Советского Союза тоже. Прекрасно, на самом деле. Бафы мы получим в реальности только вот здесь, именно от корок. Но все равно против Мажора мы получим бафы так или иначе. Кстати, я вижу, что здесь вот где-то можно попробовать, и будет их подзадушить. Но вообще, в целом, нам бы, конечно, просто устоять. Не обязательно сразу окружать. И смотря на то, что сколько у нас войск, и, ну, они вполне себе хорошего качества. Серьезно, можем еще реактивные артиллерию сюда поставить. Ракетные, точнее. Я думаю, мы более чем устоим. А еще я ставлю парня на атаку и защиту спецвойск, потому что у меня их далеко-далеко не мало. И мы даже, наверное, сможем... Да, уже, может, четыре, и потом сможем еще чуть-чуть побольше. Давайте, наверное, сразу переделаем, чтобы они, возможно, успели немножко набрать опыта. Вот таким вот образом мы конвертируем их. Да, и потом еще побольше будет. Начинаем произвести жестко механ. И как у нас исследования появятся танков, а это не скоро, потому что я пока что немножко флота делаю, потому что у нас появятся бафы на исследование флота, и нужно, чтобы уже они пошли куда надо на будущее. То мы и танки будем делать. Но до танков, конечно, еще пока очень далеко. Да, вот это мы как раз берем два бафа на исследование крейсеров. Здесь мы, видите, да, исследуем первый крейсер. У нас еще четыре дня берем этот крейсер. И бафы пойдут вот в эти два корабля. И мы распределяем здесь побыстрее так. Господи, а как же вы интересным образом решили попереходить. Надеюсь, успеем. Ну и, как говорится, нет, не успели. Бля, ну вот как расставляются эти войска, это просто жесть. Нас, кстати говоря, зовут в союзнике. Да, соглашусь, кстати, а почему нет? И можем авиацию тоже расставить. Так, кое-как, авиацию расставили, войска сейчас кое-как дойдут до границ. Господи, ну как же вы отвратительно все передвигаетесь. Они просто решили их с других, ну, перебрасывать с одного фланга на другой. Плевать. А не плевать на то, что союзники, кстати говоря, придут сейчас и нам на срут снабжения. Но у нас, в принципе, девизнь не так много, у них вроде тоже. Думаю, будет нормально. И вся армия задеплойна. Наша армия 3-4-6 хорош, очень, дивизии. Здесь мы можем еще, на самом деле, я думаю, законвертить, да, альпин-ягеров. У меня теперь целая армия альпин-ягеров и красным. Можем еще сделать 15 таких дивизий. Значит, сделаем, почему нет? Давайте-ка, вот, к примеру, тебе 15. Господи, здесь интерфейс прыгает. Еще 15 горняков. Капрелесть, давайте все у нас теперь пополняются, доделывают планирование и можем начинать мы тогда наступление. Так, по воздуху мы кое-какое преимущество получили. Примерить ревью, что у нас все это есть. Нужно, конечно, теперь еще так, рынка бы подкачать. В целом, можно ставить это все в атаку, я думаю, теперь. И, наверное, вот отсюда, давайте заберем вот этот самолет сюда. И пока что мы еще здесь воюем. И сейчас будем переходить в наступление. Нажимаем прекрасный баб себе. Если что-то еще полезное. Ну, не особо можно виклимин пауэр поприколовать здесь. Но, кстати говоря, он всегда есть. Это потихоньку, я думаю, там уже не маленькие числа настакались. Давайте понажимаем еще, потому что, объясненно говоря, это полезные бафы. И варсаппорт, кстати, тоже можно себе взять. Но стабильности, господи, а смотрите, какой мем. На нас есть немецкое влияние. Поэтому минус стабильность. 30 от войны. Стихать от дефенсив вар. Ну, плевать. Какой Германии? Я не знаю такой страны. Нету такой. Германии, только один рейх. Как говорится, это Остер Райх. Это мы. Ну что, давайте попробуем. Первая агрессивность. Аккуратненько. Аккуратненько пробуем наступать. И по ощущениям давайте четвертую скорость, чтобы смотреть, что как где. По ощущениям мы пробиваем успешно советов и поляков вот здесь вот. Нам все помогают еще, по-моему. Да. войска наших союзников. Они еще здесь даже где-то высаживаются. Приятно, почему бы и нет. Вряд ли они смогут на себя варскор перетянуть. Но немножко, видите, да, они помогают. Я думаю, авиация их тоже тут должна где-то летать. Да, видите, здесь не вся моя авиация. Приятно. Плюс они душат по торговле и по флоту. Кстати говоря, еще и высаживаются в каких-то очень странных местах. Тут французы под флорсированной атакой убили себя об лес. Не знаю, зачем они это сделали, но ну ладно. Нет, а что? И, наконец-таки, товарищи, мы получаем минус 5 ТНП и до Кёрта отбуд возвращаем. В общем-то, теперь у нас только бафы будут морские. Это приятно. И сюда мы можем теперь поставить логистик Визарда. Получаем минус потребление припасов. Долженция тоже чуть-чуть попроще здесь. Хотя, видите, здесь какие-то проблемы есть, но в основном это когда, да, мы верим, что американцы нам помогут и атакуем с американцами. Но в целом все равно успешно пробиваемся. Хотя, да, в Советский Союз на автоплане одной пехотой мы потеряем потерь немало. Понесем потери, я бы сказал. Давайте, наверное, еще взломаем Советский Союз и поставим вторую грузивность теперь. У нас также, я вижу, гарнизоны очень-очень сильно увеличиваются в размерах. Давайте тогда решим это достаточно простым путем. Будем начинать следовать военную полицию и сделаем себе нормальный гарнизонный шаблон. После чего, я думаю, сэкономим, ну, тысяч так двести. Да, четыреста тридцать, я думаю, тысяч двести мы сможем на этом сэкономить точно. Кстати говоря, Юга, смотрите, нас, кстати говоря, выкинули из фракции почему-то. Это странно. Но, допустим, действительно было очень странно сейчас. И да, потихоньку-потихоньку Советский Союз падает, даже какие-то, видите, окружения автоматически получаются забавные. Но я не против. Итак, мы этот модификатор взяли, у нас теперь ТНП сколько? 25, все еще огромное количество на самом деле. На стабильность, потому что упала. И нам бы как-то что-то с мэнпавером решить вопросики. Я вижу, тут есть роль женщины в армии, это может нам помочь. А что нам могут помочь в корке? А у нас вот здесь вот потом будет комплаенс и корки от Баварии. Это на самом деле неплохо. Давайте, наверное, сначала попробуем фокус с женщинами, потому что он самый финальный, звучит как будто он сильный. Но я не был бы в нем до конца уверен, так что, ну, потестим. Я думаю, давайте, знаете, что мы сделаем? Немножко заходим в фронт, установим планирование. Наодно закроем вот эту вот проблемку. А то здесь сюда по классике порвался немножко фронт. Касая, это немножко нас поатакует, мы планирование собираем. Кстати, союзники все вообще отсюда ушли. Логично, потому что мы больше не в союзниках. И потери, да, неприятные для нас очень, на самом деле. Там, конечно, тоже в Советском Союзе идут потери, но Советский Союз как бы даже близко таких проблем, как мы испытывать не будет. Что мы скажем? Улучшаем условия рабочих, чтобы себе стабильность получить. Кстати говоря, стабильность в защите, мы же все-таки нет, мы в защите. На нас Советский Союз напал. Я просто привык немножко по-другому играть, как говорится. Но нет, это все еще защитная война. Здесь мы исследовали, можем заканчивать нормальное исследование. и здесь мы забираемся в Севастополь и сейчас пробьемся дальше. Одно потихоньку, если это полезно для нас тихо для пехотки. Вроде как все неплохо. Британия, Севереда, это выставка свою продолжает. Нам нужно вот так вот сделать, чтобы там лишние войска не тратились. И... Нет, куда это вы ушли? Продолжаем наступление. Берем Керчь. Берем успешно. И можно, да, вот сюда вот будет проникнуть и сделать уже на этой стороне какой-то новый приказ и пойти вообще за горами. Почему нет? У нас это тайна 100 армия горняков. У нас, конечно, юг немножко обвалится, но я думаю, сейчас нормально укрепимся. Классики момент при группировке нас немножко Советский Союз пропушит, но это нормально. И переходим на механ-2 и сразу он у меня максимально удешевленный. Настраю его побольше и смогу я механ начинает в своих войсках использовать. Смотрите-ка, арга населения, население, либо очень много населения. Собственно говоря, вот это, конечно, сильно. Три арги. Но нет, я хочу, конечно, максимальный баф. Стабильность поэта посидит, так сказать. Берем себе плюс 35% военно-безда населения. Это очень много для нас будет. Смотрите, Британия что делает? Давайте-ка вот так вот сделаем и удалим вот это. Британия начинает пушить и пускай пробует, пускай пробует. И не против, а мы пытаемся зайти вот здесь вот, но нас все троллят. Нас, конечно, авиация в это время просто уничтожает всю армию Советского Союза, но тем не менее мы не пробиваемся здесь. Хотя скоро должны, я думаю. В один момент прочность там все-таки закончится у них. Ой, нас зовут обратно в союзники. Представляете? Хорошо, это вы так придумали откинуть, а потом снова позвать. Ну, вообще, я бы, наверное, согласился, но мне, наверное, уже впаду. Сейчас это прыгает, так что, наверное, нет. И да, я смог пробить провинцию, а за ней, конечно, дальше тоже все пойдет намного лучше. Прекрасно. Называется, кстати говоря, Украина Offensive Operation. Абсолютно точно Украин. Мы сейчас там атакуем. Ну, ладно. Не будем рассказать нашим генералам страшную правду. И продолжаем пушить сюда. Авиации все больше и больше. Но штурмовиков, конечно, немножко не хватает. Впрочем, должны мы все равно пробиваться. И да, видите, манпавер начал мобилизовываться, стало приятней, но как же он улетает моментально неприятным образом. Давайте идем к коркам. И смотрим, сколько мы сходили. Блин, 87. Я думал, будет больше. Но, ладно. Это тоже неплохо. Самое главное, винтовки еще сохранили. А нам винтовки тоже, кстати говоря, нужны, они в дефиценте у нас в последнее время. Но, в любом случае, пробиваемся мы здесь, пробиваемся мы здесь. Советский Союз, я думаю, посихоньку закончится. Как и мы тоже. Но, увы, увы. Такова цена победы, как говорится. Еще я тут нажимаю продолжать кнопки. Политка, мобилизация, самое главное, тренинг тайм полезная. Здесь тоже опыт manpower построить. И здесь тоже стабильность manpower. То есть, потихоньку, потихоньку скачиваем туда. Ой, у нас получилось, можно мы какой-то задар сделать национальным. Все, 20 тысяч лучше, чем ничего. И надо нам это, warsabor тоже поднимать, не забывать про него. Сюда мы тоже инвестируем немножко политки. И вот оно, мы можем сделать баварию независимой, либо закорить. Очевидно, нам нужны корки, нам нужны люди в нашу армию. Итак, есть у нас материдочка, зарайх, кстати говоря. И можем тут дальше что сделать, демократия, либо кооперация с умеренными. Так, вон фашисты и нейтралитет мы поднимаем популярность. Допустим. И цифки получаем. 250 политки получаем. О, корки и вертенберга, это нам, кстати говоря, я думаю, пригодится. Давайте-ка тоже. Это стоит насколько большой. Нормально, кстати говоря. Давайте тоже корим. Оп, смотрите, 500 тысяч получили из-за того, что баварию закорили. Приятно. Тут еще есть ускоренная мобилизация и еженедельная на смарт-павар идет нам. В общем, нормально, живем, живем. Потихонечку сейчас война закончится, нам же такие большие затраты нести не придется. Ну и, конечно, мы потом еще и механ сделаем с механом, так вообще из-за харнаса и большого хп потери должны быть небольшими совсем. А здесь мы добиваем войска Советского Союза на Кавказе. Кавказ мы полностью себе забрали. Прекрасно. Сегодня играет военная полиция. Наверное, еще чуть-чуть подэкономим. Ну да, казуально где-то 40 тысяч по-моему получились. И давайте сделаем вот так. Вы на всякий случай тоже так. И нужно добивать. Давайте-ка все войска сюда. Как у нас все дойдут, планирование наберут. Начнем финальную атаку. Итак, давайте-ка здесь вернемся на Балканы, потому что здесь мы потом сможем в теории корить какие-то территории. Нам это было бы неплохо. Забронный факт. Мы не можем потребовать, а из-за того, что мы не можем потребовать, мы не можем закорить. Из-за того, что Румунии уже нет. Блин, это немножко забавно на самом деле. Мне кажется, так не должно работать это. Ну что, товарищи, я ставлю авиацию. Последний, как говорится, исправление. И мы можем начинать финальное наступление. Авиация на местах. Начинаем операцию. И по ощущениям это уже будет финальным гвоздем в гроб СССР. Да, тут огромные потери. Наши сократились. Все-таки здесь, наверное, у них по снаряжению намного быстрее истощение произошло, чем у нас. У нас истощается манн-пауэр и снаряжение, но снаряжение хотя бы мы можем останавливать. Манн-пауэр, в принципе, тоже у нас запас еще есть. Так что да, мы справляемся. Ну, кстати говоря, 89, по еще чуть-чуть что-то нажмем в правую сторону и у нас немножко венгров останут. А, там, видимо, еженедельное какое-то изменение. А, да. Вот о чем я и говорил. У нас нету здесь резервов, но мы можем соединить вот эту армию. Я думаю, ее должно хватать. Нажимаем вот эту третью агрессивность. Наступайте куда и когда хотите. Остают венгры. А, так тут вообще у них границ почти нету-то. Как говорится, разговоров-то было. Да. Давайте занимаем позиции. Просто у них вообще армия есть. У них там несколько дивизий всего. И Хорти, как ты мог нас предать Хорти? А мы тебе верили. Просто захватываем Будапешт. И на этом, в принципе, все венгерское восстание можно считать оконченным. Вот и так. Все. Восстание больше тут не будет. Наша Австрийская империя полностью и точно теперь не поколебима. А вот и Советский Союз спал. Эта империя была слишком поколебима, как говорится. И, кстати говоря, я еще забираю плод Советского Союза. Там, скорее всего, небольшой, но у меня до этого был вообще ноль, так что это уже большой флот для меня. Хотя Америка тут уже победила Японию и пополам поделила саму Японию. Не очень красиво, но как обычно. Ну и вот я сижу и думаю, нужна ли нам еще одна серия. Нужна ли нам еще одна серия, чтобы победить Кривославию Грецию, Францию и Британию? И, честно говоря, наверное, нет. Мы уже и так слишком сильны. Высадиться мы, скорее всего, сможем, просто перестроив авиации, настроив какие-нибудь спортивные бомберы, выбив здесь все моментально в Британии. Здесь, очевидно, мы и так все захватим. Как бы Франция, это Франция, ее пробить с нашим механом будет несложно. Я не думаю, что там уберется даже на 5-10 минут, поэтому давайте-ка мы здесь и закончим. Наша Австрия выросла до вот такого вот Deutsche Kaiserreich. Очень-очень абсолютно получилась страна, мод неплохой, в него еще можно будет, наверное, поиграть за какие-нибудь другие пути, здесь достаточно много путей, может, когда-нибудь я поиграю, хотя, скорее всего, не скоро, потому что за одну и ту же страну играть с разными путями в близкое время я как-то не привык. В любом случае, с вами был Дамгей, обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, лайк, комментарий, видео с Крутбусте, все в описании, и до скорых встреч, всем пока.